Конец эпохи суверенного грабежа. Зачем Ахметов купил в Ницце самую дорогую в мире виллу? Георгий Лучников, специально для Украина.ру, за 29 января 2020 года. Компания миллиардера Рената Ахметова, минутку, сейчас мы точно прочитаем. Купила виллу Элис Цедрес на Лазурном берегу. Она обошлась компанией в 200 миллионов евро. Это может свидетельствовать о том, что в скором будущем украинские олигархи уйдут с Украины. Во вторник, 28 января, СМИ сообщили, что у Рената Ахметова появилась недвижимость на Лазурном берегу. Вилла Лес Эдрес для компании недвижимость является ключевым бизнесом для инвестиций в Европе и Северной Америке, а также в горнодобывающей промышленности, металлургии, энергетике, СМИ и транспорте. Пояснила компания покупку виллы на 35 акрах Лазурного побережья. Прекрасный сад окружает дом с 14 спальнями и общей площадью 1672 квадратных метра. Ранее вилла принадлежала итальянскому производителю алкогольных напитков Которому она досталась в 2016 году, после приобретения компаний другого производителя алкогольных напитков Материнской компании Грет Мерни. Семья Марни-Лапустоль владела виллой с 1924 года. До этого виллой с 1904 по 1909 владел король Бельгии Леопольд II, человек с именем которого связана одна из чернейших страниц в истории Африки. Он приобрел ее у потомков мэра Вильфраш-Сюр-Мэр, который купил Лесседерес в 1850 году, когда она была еще фермой оливковых деревьев. В общем, Ахмедому досталась вилла с историей. Но что за история заставила олигарха после длительного перерыва снова вернуться к покупке дорогой недвижимости? Люди взялись за металл. В 2011 году Ахмедов уже отмечался покупкой дорогой заграничной недвижимости. Тогда в Лондоне он купил за 137 миллионов евро квартиру. С тех пор у самого богатого украинца был перерыв в покупке дорогой недвижимости. Не сподвиг его на покупку недвижимости даже Майдан-2014, когда многие полагали, что Ахмедов покинет страну вслед за представителями старой власти. Ахмедов остался на Украине, пришел к взаимопониманию с новыми властями, в частности с президентом Петром Порошенко, нашел способ приумножить капитал и остался богатейшим украинским олигархом. Однако в 2019 году на выборах президента победил Владимир Зеленский, а чуть позже на парламентских выборах его политсила «Слуга народа» взяла большинство в Верховной Раде. Было сформировано новое правительство, в большинстве своем состоящее из тех, кого в народе прозвали «соросята», молодых прозападных политиков, не столько связанных с украинскими олигархами, сколько с западными центрами влияния. Те принялись за перестройку экономики. В начале зимы 3 декабря 2019 года 232 депутата, в основном из фракции «Слуга народа», приняли за основу законопроект, который предполагает повышение ставки ренты на добычу железной руды. Мы начали рассмотрение этого законопроекта несколько месяцев назад, как раз с этой версии, которая была худшей. Даже авторы это признали. Мы провели 50 разных заседаний, обещали бизнесу изменения и вернулись к наихудшей версии, заявила после принятия законопроекта нардеп из Баткевщины Ольга Белькова. С ней был согласен украинский бизнес. Мы твердо убеждены, что эти шаги не приведут к улучшению инвестиционной привлекательности и росту ВВП нашей страны. Особое внимание хотим обратить на пункты законопроекта, которые касаются добычи железной руды. Считаем недопустимым облагать предприятия ГМК дополнительными налогами в период глубокого кризиса в отрасли. Напротив, мы рассчитываем на поддержку государства, которое должно помочь отрасли преодолеть кризис без увольнения людей и остановок предприятий. Говорилось в заявлении компании Мэтинвест, принадлежащей Ахметову. Такую реакцию у политиков и металлургов вызвало предусматриваемое законопроектом повышение ставки рентной платы за добычу железной руды с 8 до 10%. Увеличение нижнего порога рентабельности железно-рудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки Нацбанка. На сегодняшний день это 33%. А также обложение налогом не стоимости добытой руды, а товарной продукции с содержанием железа 62-67%. При этом, как передавало издание ГМК «Центр», что по заключению аудиторской консалдинговой компании в случае принятия законопроекта во втором чтении отношение рентных платежей коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины в 10 раз превысит аналогичные показатели стран-конкурентов. Уровень рентной нагрузки на Украине составит 22,2% от коммерческой прибыли, тогда как в ЮАР этот показатель составляет 11,8%, в Австралии 10,6%, в Казахстане 8,5%, в Китае 4,4%, в РФ 2,5%. Для Ахметова, значительная доля капитала которого завязана на металлургических предприятиях, такой закон весьма губителен. Возможно, именно поэтому он и обратил свои взгляды на дорогую недвижимость. Операция эвакуация. Покупка Ахметовым виллы на Лазурном берегу вызвала смешанную реакцию у многих украинцев. Наравне с шутками раздавались возмущенные голоса. Самый богатый гражданин самой бедной страны Европы купил самый дорогой дом в мире. В этой фразе вся суть происходящего в Украине. Стоит лишь добавить, что особняк находится во Франции, а олигарх зарабатывает на войне, которая бесконечно продолжается на Донбассе, отмечает журналист Андрей Манчук. А вот другой журналист Глеб Простаков подошел к покупке Ахметова с точки зрения финансовой целесообразности. Ренат Леонидович начал выходить в кэш и официально выводит его за рубеж, судя по всему, в преддверии продажи бизнеса или его части. Самый эффективный способ вывода, как известно, недвижимость, драгметаллы и предметы искусства. После покупки виллы Короля на Лазурном берегу ждем участия SCM в аукционах Sotheby's и Crystal. Можно даже отдельную компанию под этот бизнес создать. Отметил он в комментарии к этой записи, отвечая на реплику о рентной ставке на металл, журналист указал, что Ахметову могли дать время на вывод капиталов. Повышение меньше, чем ожидалось. Западные корпорации дали Ренату время на выход из бизнеса. Процесс продлится какое-то время, отметил он. Ранее ряд экспертов уже заявляли, что с приходом к власти, ориентированных на Запад молодых политиков, не завязанных ни на одну из олигархических группировок в истории Украины, оканчивается эра, когда Техас грабили техасцы. Теперь Украину будут грабить совсем другие люди. Не местные олигархи, а скорее всего транснациональные. А аборигенам, как в старые времена, перепадет разве что какая-то символическая вещь. И если в 1626 году голландец Питер Минуит приобрел у индейцев Манхэттен забусы, то спустя почти 400 лет украинцам в обмен на экономический суверенитет могут дать не менее красивые, но бесполезные вещи. Нечта вроде первых строчек в рейтингах демократичности и хвалебных отзывов на международных конференциях. Георгий Лучников Конец эпохи суверенного грабежа. Зачем Ахметов купил в Ницце самую дорогую в мире виллу?